МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все-таки лишилась, хотя и пыталась за него бороться. Но даже после обжалования суд оставил решение об уничтожении боярышника без изменений. Здравствуйте! Чем еще запомнится день минувший, расскажем вам в ближайшие полчаса, но в начале о главных темах выпуска одной строкой. Спасатели и добровольцы всю ночь защищали от лесного пожара поселок Мамырь Братского района. В это время местные власти готовились к эвакуации 500 человек. Все подробности в нашей программе. Программу контроля за мусором обсудили в областном центре вместе с генеральным прокурором страны Юрием Чайкой. Сегодня расскажем, почему выездную коллегию прокуратуры России провели в Иркутске. В Иркутске в разгаре сезон квартирных краж. Несколько советов, которые помогут сохранить имущество. Озвучу в выпуске. Выпустила пар озеро на Гавайях. Еще одно, правда, в Воронежской области стало розовым. А Байкал, как всегда, великолепен. Рубрика по листочке будет посвящена озерам. И начинаем мы выпуск с сообщения о лесном пожаре, который едва не стал ночным кошмаром для жителей поселка в Братском районе. Огненная стена приблизилась вплотную к населенному пункту, в котором, по официальным данным, проживают около 500 человек. Кадры с места событий говорят сами за себя. Густая пелена дыма накрыла поселок Мамырь. В таких условиях всем было не до сна. Готовились к эвакуации. Для этого в населенный пункт направили три автобуса. На готове стоял и электропоезд. Конечно, все это время местные жители не сидели сложа руки, чем могли помогали в борьбе с лесным пожаром. Возгорание, по предварительным данным, возникло из-за человеческого фактора. Тайга полыхала не один день, а сильная жара и ветер усугубили ситуацию, поставив под угрозу существование поселка. Общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые здания и соцобъекты. Но пока облегчено вздыхать рано. Создали три загородительные минполосы. А третья загородительные отожгли в сторону пожара, чтобы снять угрозу населенного пункта. Это все, что касается южной кромки, та, которая как раз и угрожала переходу на населенный пункт. Сейчас пожар распространяется в сторону от населенного пункта. Угрозу мы не снимаем. А в связи с тем, что обстановка тяжелая. И в воздухе находится самолет, который сейчас как раз контролирует тушение этого пожара как раз в воздух. В ближайшее время изменения в погоде не ожидается. Сохраняется высокий температурный фон, выше климатической нормы. На ближайшие дни дневные температуры будут плюс 40 по району. Сухая, также без осадков погода. До третьего числа прогнозы по климатической пожароопасности лесов четвертый и пятый класс опасности. А значит опасности все еще велика, в том числе для других населенных пунктов региона. Ведь площадь лесных пожаров, как и их количество, неизменно растет. По данным МЧС, на утро возгорания захватили больше 30 тысяч гектаров тайги. Особенно это волнует жителей Катанского, Казачинско-Ленского, Осинского районов. Во всех этих случаях огонь уничтожает лес в непосредственной близости от населенных пунктов, на расстоянии от 3 до 6 километров. Работа по наблюдению за лесными пожарами чуть не закончилась трагедией. В Нижнеудинском районе жесткую посадку совершил самолет Ан-2. Во время полета у кукурузника отказал двигатель. Пилот принял решение посадить машину в болотистой местности. При посадке Ан-2 наехал на кочку и перевернулся. На борту находились 4 человека. Никто из них не пострадал. Ну а самолет до сих пор находится вот в таком положении. В гораздо более бедственном положении находится Нижнеудинск. В городе закрыт единственный мусорный полигон. Из-за этого власти еще в мае ввели режим чрезвычайной ситуации. И вот накануне суд признал такое решение незаконным. Причин тому несколько. Во-первых, режим ЧС введен без каких-либо конечных сроков. А во-вторых, администрация так и не смогла доказать наличие правовых оснований для столь серьезных мер. Как нам сообщили в мэрии, Нижнеудинская чрезвычайная ситуация была объявлена вынужденно. Вот уже полтора месяца 40-тысячное население города вывозит мусор куда придется. В лица, на обученный дорог. Кто-то даже оставляет его в дворах. Ситуация действительно патовая. Бытовые отходы не только портят эстетический вид, но и создают колоссальную пожарную опасность. Дневные температуры в городе перешагнули отметку в 30 градусов. Жары и любое возгорание может привести к фатальным последствиям. Тема утилизации отходов очень острая для всей страны. В Прибайгалии особенно от экологии на берегу Священного озера зависит частота пятой части пресной воды на планете. Именно поэтому в Иркутске решили обсудить мусорный вопрос на уровне Генеральной прокуратуры страны. Какие причины, по мнению надзорного ведомства, мешают нашему региону быть экологически чистым? В следующем материале. Тонна за тоннные мусорные полигоны в Иркутской области, как и во всей стране, растут в геометрической прогрессии. Уменьшить эти объемы, то есть грамотно заняться вопросами сортировки, переработки и размещения отходов, должен так называемый региональный оператор. Это по закону. В действительности он есть далеко не в каждом субъекте. И с населением о том, где новые полигоны размещать, еще не посоветовались. Об этом сегодня говорили на заседании коллегии Генпрокуратуры страны. Оно состоялось в Иркутске. Ни один из 85 субъектов Российской Федерации до сих пор не начал простору публичного возрождение территориальной системы размещения отходов. А все условия лета были использованы еще полгода назад, когда карты нет, в состоянии иметь возможность обслуживать это на обычные слушания, а они будут вступать на улицу с местными властями, так как они не имеют. Суметь навсегда избавиться от несанкционированных свалок нереально. По искам прокуратуры только за последние полтора года и только на территории Прибайкалья. Таковых ликвидировано 250 штук. Но они появляются вновь и вновь. Внушает тревогу и состояние очистных сооружений. Полноценно функционирующих в регионе мало. В большинстве муниципалитетов оборудование, емкости и здания предельно изношены, а кое-где и вовсе не работают. На эти и другие проблемы раньше даже проверяющих не хватало. Возможно, это в прошлом. На Байкале сейчас создано специализированное управление Роспироднадзора. По инициативе директора Федерального службы судебных приставов создан специальный отдел по исполнению многочисленных судебных актов природоохранных прокуроров по ликвидации накопленного ущерба, ликвидации незаконных природопользований и так далее, чтобы эти судебные решения не висли в воздухе, а исполнялись, как говорится, своевременно. У нас началась с февраля этого года полноценно функционировать новая, самая молодая прокуратура России. Байкальская межрегиональная продоохранная прокуратура. Прокуратура работает эффективнее, если следит за деятельностью общественников. Об этом заявил генеральный прокурор страны Юрий Чайка. Он призвал своих коллег почаще обращать внимание на информацию от активистов-экологов. А с недобросовестными чиновниками, наоборот, не церемониться. Доверие зачастую вернуть невозможно, как и чистую воду, безопасную плодородную почву. Чем больше порядка в обращении с отходами, тем больше шансов на сохранение природных богатств. А главное – здоровье людей. Евгений Шуев, Влад Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Сохранять природные богатства можно не только сидя за столом в совещании. Это доказывают иркутские дайверы, которые объединились в общественную организацию. Их цель – очистка дна Байкала от мусора, которого в озере все больше и больше. Подробности непростой работы узнаете прямо сейчас. Давай, ребята! Это для профессионала мелкая неприятность. Для обычного пловца сеть в воде – опасность смертельная. У аквалангистов есть правило – выходишь из воды и захвати с собой мусор. Однако в карманах гидрокостюма и в руках много не вынесешь. Тут нужна организация, решили дайверы. И объединились в сообщество. Нужно этим заниматься, поэтому решили создать общественную организацию. И уже, собственно, профессионально, с сознанием дела, проведя определенные исследовательские работы, подсчитать приблизительно, что, сколько, для чего нужно. То есть работа очень большая. И заниматься единолично этой работой невозможно. Ныряльщики создали своеобразную карту самых грязных мест Байкала. Она совпадает с туристическими маршрутами. Листвянка, Портбайкал, МРС. В таких местах мусор со дна озера вывозят сотнями килограммов. Бутылки, банки, колеса, аккумуляторы, какие-то провода. То есть грустно смотреть на эту картину иногда вдоль побережья, либо где отдыхали люди. То есть поэтому, когда чисто, оно и здорово, и красиво, мне кажется. Инициативой водолазов уже заинтересовались ученые. Лимонологи периодически прочесывают дно тралами. Обычный улов сотни старых сетей. Однако то, что люди выбросили за ненадобностью, становится домом для байкальских эндемиков. На сетях селится губка. Чтобы не повредить ее, нужна по-настоящему ручная работа. Без водолазной техники лучше этим не заниматься. Потому что очень большое количество губок уничтожается при тралении их сетей. То есть та губка, которая непосредственно живет на уже этих сетях, которые служат субстратом. И при тралении, естественно, сети снимают ту губка, которая где-то там еще сумела закорениться. Растет она достаточно медленно в байкале. Там 2-3 сантиметра в год. Облюбовала сети и печально известная спирогира. Водоросль прекрасно себя чувствует именно на таких подводных свалках. И уже сейчас угрожает экосистеме. Ученые уверены, ресурс Байкала не безграничен. И чтобы сохранить наследие ЮНЕСКО для потомков, заниматься им необходимо уже сегодня. Давид Азизов. Новости по будням. На отдыхе люди оставляют за собой не только мусор, но и деньги. В кафе, ресторанах, гостиницах сумму подсчитать просто. В отличие от количества самих выезжоров, Росстандарт предложил создать в стране единую систему учета туристов. А вот для чего она нужна, расскажем в следующем материале. Большой брат следит за тобой на пляже, в гостиничном номере, в турпоходе. В роли недремлющего ока Росстандарт. В ведомстве предложили создать электронную базу, в которой будут сведения о каждом туристе. Данные нужны для того, чтобы понять точное количество посетителей музеев, отелей и хостелов. Ну и, конечно же, выявить основные направления отдыха, как россиян, так и иностранцев. Сейчас такую статистику ведут в Росстате, Минкульте и Ростуризме. Используют при этом разные методики подсчета, что приводит к путанице. Нередко одного человека, попросту сменившего гостиницу, считают как двух приезжих. В итоге потенциальные инвесторы при создании туристической инфраструктуры используют завышенные цифры. Авиакомпании также не могут четко спланировать график перевозок в сезон отдыха. Но есть в проекте и спорные моменты. Например, как быть с паспортными данными посетителей гостиниц. Передавать их можно только с письменного согласия хозяина документов. Возможно, перед заселением в номер придется заполнять еще один специальный бланк. Также пока не ясно, за чей счет будут создавать единую базу путешественников, которая обойдется примерно в 600 миллионов рублей. Евгений Шоев, новости по будням. Лето – это не только отдых, отпуск и путешествия. Лето – это еще и сезон квартирных краж. Вы будете удивлены, но нередко жители Иркутской области сами приглашают домушников к себе в дом. Как обезопасить имущество и со спокойной душой отправиться отдыхать, выясняла Алена Планенко. Лето – солнце. Сидеть в городе не хочется. Но отправляясь на отдых, даже на несколько дней важно помнить – у квартирных воров отпусков нет. Обезопасить свое жилье на 100% конечно нереально, но кое-что сделать возможно. Расскажу на примерах. И далеко уходить не будем. Давайте заглянем на балкон. Оставлять открытыми окна не стоит. Ведь есть домушники-альпинисты. Добраться до верхних этажей для них не составит труда. А вы им еще помогаете. Кстати, развешенное белье оставлять тоже не стоит. Квартирным ворам оно опять-таки поможет понять, что вас нет дома. Если одежду с веревок не снимают продолжительное время – это сигнал домушнику. Медвежью услугу оказывают вам и те, кто разносит рекламные буклеты. Желая, чтобы вы непременно ознакомились с их предложением, они оставляют листовки в дверях. А для домушников это подарок. Ведь если несколько дней буклеты никто не убирает, значит и хозяев нет дома. Поэтому перед отъездом обязательно договоритесь с соседними или друзьями, чтобы они следили за дверью и вовремя ликвидировали листовки. Отдыхая в красивом месте, вы наверняка захотите поделиться снимками в соцсетях. Не делайте этого, подождите. Вернетесь тогда и закидаете ленту кадрами из отпуска. Кстати, перед отъездом в него тоже не стоит делиться своей радостью с подписчиками. Ведь вор сначала может заглянуть к вам на страницу, а потом уже и в дом. И пусть кому-то эти истины покажутся прописными, все-таки запомните их и при случае примените на практике. Ведь жители 300 квартир в регионе тоже наверняка знали простые правила, но тем не менее в их квартиры воры проникли. И ведь это данные только с начала года по май, а летом по статистике количество квартирных краж возрастает вдвое. Ну а ценными советами сегодня с вами делились. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Но одно дело теории, совсем другое практика. Сегодня мы решили выяснить у иркутян, какую систему безопасности они считают самой надежной. И вот что горожане думают на этот счет. Все вместе взятое в сумме, и все будет хорошо. А соседи это в первую очередь. Самое лучшее, чтобы в доме кто-то всегда находился. Потому что замки все это от честных воров. И сигнализации тоже. Сейчас специалисты крупные, все вскрывают. В зависимости от этажа, какой этаж. Если этаж там не первый, не последний, то достаточно хороших замков. Ценные вещи не надо держать дома, да и все еще там. Что там могут своровать? Телевизор, что ли? Старый. Как показал опрос, мнения иркутян разделились приблизительно поровну между установкой сигнализации и целым комплексом мер, в которые входят все предложенные варианты. Были и совсем экзотические ответы, типа сменить город или как максимум страну проживания. Я же согласен с мнением большинства, что только комплексные меры позволят избавить свою квартиру от визита незаконных посетителей. Давид Азизов, Виктор Черкашин. Новости по будням. От посетителей пытаются избавить водонапорную башню на плотине ГЭС в Иркутске. Люди превратили ее в импровизированную вышку для прыжков в ангару. А это смертельно опасно. Почему? Узнаете из следующего сюжета. Этот прыжок вне здравого смысла, но спасаясь от жары, иркутяне способны на многое, даже рискнуть своим здоровьем. Поэтому снова и снова лезут на импровизированную вышку на плотине ГЭС. Причем даже подростки. Хотя бывшая водонапорная башня была построена не для этого. И приложено уже немало усилий, чтобы закрыть на нее доступ. Сначала на мостике, который ведет к башне, стояло ограждение с металлическими прутьями. Но его все равно ломали. Так, например, было и в прошлом году. Нынче здесь появился забор трехметровый. Но, как вы видите, даже он не останавливает особо отчаянных прыгунов. Не останавливает и высота. Десять метров. При этом вода здесь не предназначена для купания. Более того, дно тоже опасно. Остатки разломанного ограждения оказались именно там. Поэтому, чтобы люди не могли залезть на башню, ее владелец предпримет и другие меры. В ближайшее время появятся запрещающие таблички и знаки. Демонтаж мостика, ведущего к бетонному основанию сооружения, планируется провести в январе-феврале 2019 года со льда водохранилища. Пока же следить за тем, чтобы никто не лазил на башню, будут сотрудники ГИМС. Они регулярно бывают здесь с ревизиями. Говорим о том, что это опасно, но, к сожалению, ситуация такова, что не все прислушиваются. Поэтому в этом году планируем на регулярной основе осуществлять патрулирование, выставить патрульную группу и с берега, и на воде в этом месте, чтобы еще раз проводить профилактическую работу с людьми. Тем же, кто воспринимает башню как вышку для прыжков, хочется пожелать только одно – подружиться собственным рассудком. А родителям подростков, что попали в кадр, не будьте равнодушны к тому, где и как ваши дети проводят каникулы. Ведь они рискуют жизнью. Юлия Шинкарюк, Андрей Назаров. Новости по будням. Опасные для купания места в регионе по пальцам не пересчитать. По информации МЧС, их почти полторы тысячи. Накануне в список непригодных для отдыха на воде попал и Сарайский залив на Ольхоне. Хотя частный предприниматель уже начал готовить там пляж к открытию. Но сотрудники регионального Роспотребнадзора пришли к выводу, плавать в заливе категорически нельзя. Вода загрязнена настолько, что отдыхающие могут подхватить инфекцию. Об этом ведомство предупредило местные власти. Теперь на пляже должны появиться запрещающие купания таблички. Опасной также признана вода в озере Аляты, в Аларском районе и в Братском водохранилище, в поселке Балаганск. Всего же в регионе искупаться без риска для здоровья можно только на заливе Якови в Иркутске и Иловском пруду в Ангарске. Это единственные официальные пляжи. И пока одни отдыхают на пляжах, другие работают в поте лица. В Иркутске полным ходом идет строительство сразу нескольких школ и детских садов. О том, что такое современный комфорт, в образовательных учреждениях узнавал Даниил Седов. На улице плюс 35 и работа на стройке кипит в прямом смысле этого слова. В раскаленную землю вбивается одна из 823 свай. Все они уже через месяц станут фундаментом новой школы. Ее жители микрорайона Лесной ждут уже много лет. Сначала гадали, каким будет образовательное учреждение, затем предложили свои варианты. Бассейн, спортивная площадка и детский городок – все пожелания были учтены. И уже в 2020 году школа откроет свои многочисленные двери. Школа стоит из шести корпусов. Два из них – учебный корпус. Есть у них корпус – это спортзал, есть бассейн, есть зал хиарографии, есть актовый зал. То есть объект для нас понятен, объект в сложности в реализации этого объекта нет. И если контуры этой школы еще размыты, то многие другие социальные объекты Иркутска находятся уже на стадии завершения. Этот детский сад в Ленинском районе планируют закончить к концу года. Сейчас в здании прокладываются внутренние коммуникации. Их, кстати, довольно много. Ведь помимо стандартных пищеблока, спортивного и музыкального залов, в здании обустроят даже компьютерный класс. Такие они – современные детские сады. Чтобы успеть в срок, подрядчики работают ежедневно. Сегодня их работу контролирует лично мэр Иркутска. В стадии работ у нас четыре детских садика. Три из них будут завершены уже в этом году. Будем продолжать строить и детские сады, и ясельные детские сады, и школы, и блоки, современные блоки в существующих школах, там, где территории позволяют. Строительство всех этих социальных объектов ведется за счет трех бюджетов – федерального, регионального и местного. Только из казны Иркутска выделено 280 миллионов рублей. Все потому, что современные школы и детские сады – удовольствие не дешевое. Но от этого не менее важное. Даниил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Еще одно важное для Иркутской области направление – развитие науки. Именно такую цель преследуют организаторы международной конференции, которая состоялась сегодня в Иркутске. В течение дня десятки российских и монгольских ученых искали ответы на множество наболевших вопросов. Демография, экология, взаимодействие бизнеса и волонтеров – все это лишь малая часть того, о чем говорили на семинарах. Конференция стала первым этапом в подготовке Международного молодежного форума «Байкал». Мероприятие пройдет с 29 июня по 6 июля. Конец июня в нашем регионе ознаменуется Днем молодежи, а конец июля – балетом под открытым небом и парусной регаты. Где и когда все это будет происходить, узнаете после новостей спорта. Демография, экология, взаимодействия. Впервые в Иркутске пройдут соревнования по паркуру и фрирану. В состязаниях примут участие лучшие профессионалы нашего региона. Открытие премьерного для Прибайкаля чемпионата состоится 30 июня в 16.00 на площади Конституции. Даниил Седов, новости по будням. 30 июня в Иркутске пройдет фестиваль неопознанных летающих объектов. В парке Комсомольском будут запускать все, что может парить в воздухе – вертолет, воздушный змей, бумеранг. А что еще интересного происходит в мире, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте! Байкал попал в очередной рейтинг. Занял пятое место в топе естественных популярных водоемов России для отдыха летом. Сегодня речь пойдет об озерах. Начнем с Лебединого. Этот знаменитый балет покажут в Иркутском районе под открытым небом. Музей Тальцы станет площадкой для выступления артистов Московского областного государственного театра. В мир искусства на свежем воздухе смогут окунуться 800 зрителей. Неповторимый антураж создадут естественные декорации и вид гладиангары. Думаю, яркие впечатления гарантированы. Одно из озер в Воронежской области окрасилось в розовый цвет. Сначала местные жители считали, что виноват в этом сахарный завод. Однако выяснилось, что дело не в химикатах, а цианобактериях или сине-зеленых водорослях. Опасности для людей и животных новая расцветка озера не несет. Уже сейчас вода начала тускнеть. Видимо, в скором времени розовый оттенок исчезнет. Еще одно необычное преображение естественного водоема произошло на Гавайях. Там закипело и испарилось самое большое пресноводное озеро. Дронам, пролетающим над ним, удалось снять уникальную картину. Это поистине невероятное зрелище сопровождалось клубами белого дыма. Причина явления в раскаленной лаве вулкана, которая за считанные часы высушила водоем. Ну а теперь перенесемся вновь к Байкалу. Ровно через месяц на озере начнется парусная регата. Гонка судов даст возможность как опытным спортсменам, так и новичкам познакомиться с удивительным озером. Маршрут проходит через самые живописные и интересные уголки Малого моря. Уже в конце июля 30 яхт будут бороздить байкальскую гладь, а экипажи будут любоваться красотами. Вот и все интересные весточки на сегодня. До встречи! До встречи, говорю вам и я. После небольшой рекламы эфиры НТВ продолжат наши федеральные коллеги. Так что не переключайтесь и помните, мы всегда вместе с вами.